приветствую всех предстоящий уикенд бокса ожидает быть довольно таки наполненный поединками которые состоятся вот в польше в англии и конечно же соединенных штатах америки так что приготовьтесь к долгому вечеру и долгой ночи и начать вот уикенд бокса я рекомендую субботу вечером с просмотра главного события вечера бокса который состоится в польском городе радом это будет противостояние польского боксера патрика шиманского против украинского бойца андрея великовского на кону в этом поединке будет стоять вакантный титул интернационального чемпиона польши в среднем весе то есть это пояс который предполагает проведение поединка боксером из польши против представителя мира бокса любой другой национальности но в данном случае украинца этот бой очень важен для патрика шиманского напомню что в прошлом году и в начале этого года он проиграл два боя проиграл очень тяжело вследствие большого количества пропущенных ему действительно тяжелых ударов если бой против у рада эль но суди французского бойца алжирско-французского бойца был ну скажем так неожиданностью да вот проигрыш но случайностью то вот поражение против роберта таларека земляка патрика был еще более тяжелым не только физически но и психологически после этого патрик принял довольно таки на мой взгляд необдуманное решение заявил о том что собирается закончить свою карьеру профессионального боксера но спустя три месяца он уже вернулся в зал начал тренироваться и вот в октябре он провел поединок против денниса кригера это молдавско-немецкого бойца которого одолел в десяти раундах ну честно скажу этот бой не показал ничего что у патрика допустим появилась там какая-то вот иная техника нежели он показывал ранее либо какие-то рисунки бой либо как-то арсенал он свой разнообразил вот в принципе он наступает на те же грабли что и наступал раньше вместо того чтобы быть быстрым действовать за своим джебом очень хорошо подхватывать атаки он но слишком осторожен да ну и вот это осторожность все-таки будет в нем сидеть довольно таки долго вот осторожность пропустить удар то есть понимание что пропущенный удар может привести к очень тяжелым для него последствиям и это будет главной проблемой патрика вот в поединке против андрея великовского великовского андрея в общем кто не знает можете посмотреть его бои особенно последний поединок который он провел против мексиканцев переса в сентябре показав очень хорошую стойкость очень хорошую технику умение изменять ситуацию которого складывается вот против него создавать выгодные для себя ситуации то есть андрей несмотря на то что он не является там великим файтером у него очень высокий уровень знаний бокса но благодаря его тренеру вячеславу синченко поэтому он является очень крепким таким бойцом очень крепким джорни-меном довольно таки уважительным в мире бокса то есть он всегда будет готов бросить вызов и чемпиону мира и начинающему боксеру провести поединок действительно достойно и вот вот андрей будет для патрика экзаменатором сможет ли патрик действительно показать то что он может быть во первых легким на ногах опять же обрел ли он жесткость своего джеба а именно джеб вот разбивающий атаки андрея джеб и нужен патрику поскольку если патрик не сможет установить свой джеб в качестве стоппинга чтобы он не делал после этого уходил бы либо он по сторонам либо там пытался что-то справа еще нанести это не будет работать андрей великовский будет проглатывать эти удары и уходить от этих ударов и все-таки закроет патрика обрезаем у возможности отступать или возле канатов либо в углу и донесет свои главные удары так что если патрик сможет грамотно работать джебом после хороших попаданий подхватывать атаки но не загружаться в них а тут же там нанести несколько точных ударов и отходить откатываться на дальнюю дистанцию крутить андрея вправо влево то есть делать для своей победы ровно столько сколько необходимо он может пройти вот эту дистанцию в 10 раундов и победить решением судей тем более что дома как мы все знаем родные стены очень даже помогают вместе с судьями до за рингом андрей уже придется очень нелегко он должен выигрывать не просто выигрывать каждый раунд и где-то в раундах четырех отправить патрика в нокдауны чтобы иметь возможность победить решением судей не сложно сказать да там буду я болеть за патрика или за андрея знаю опять же их обоих и очень хорошо знаю поэтому собственно говоря комментирую этот поединок буду максимальный нейтральным но каждому из них пожелаем победы но мне кажется все таки что патрик сможет не столько переиграть андрея да на классе класс у них очень где-то на одном уровне находится я думаю что патрик будет очень осторожный и опять же делает для своей победы ровно столько сколько необходимо не стараясь не рисковать лишний раз дойдет до финального гонга и победит ну как минимум на картах двух судей там 3 может дать ничью но андрею надо выигрывать если он хочет выиграть надо выигрывать нокаутом